Самая шумная стройка в Родниках. На всю округу стоит грохот от работающей техники. В каждом из четырех подъездов сверлят или стучат. Доклад подрядчика, заместителю председателя регионального правительства, слышно с трудом. Четвертый подъезд 75% выполнения, третий закончат, второй 50% выполнения. Это что касается штукатурки. Сейчас демонтируем пол, чтобы выйти от места. Будем перебирать лестничные марши. После расконсервации здания новому подрядчику приходится переделывать то, что не сохранилось. Два года недострой стоял под открытым небом. Штукатурка здесь готова, электромонтажная работа выполнена. Сейчас разводка газа идет по квартирной. В ближайшие дни подрядная организация приступит к монтажу газовых котлов и установке вентиляции. Если позволит погода, работы будут проводиться на улице. Это утепление здания и облицовка фасада. По газу мы решили, сейчас вам просто все проговорили. Я думаю, что мы вам с этим вопросом поможем. И благоустройство особое внимание. То есть у нас максимум 2-3 недели. Я понимаю, что сложные погодные условия, но надо двигаться. Постараемся успеть. Срок 10, край 12 ноября, благоустройство должно быть готово. Возводить дом в микрорайоне Шагово в Родниках начали в декабре 2020 года. Почти все квартиры, их 42, для тех, кто ютится в бараках с печным отоплением. Это без малого 100 переселенцев. Помните, было серьезное удорожание по материалам. Поэтому в 2022 году финансирование было полностью выбрано и работы были приостановлены. В 2023 году выделено из областного бюджета почти 107 миллионов рублей. На сегодняшний день контракт до 20 декабря этого года. То есть делаем все возможное и невозможное. Видите, погодные условия, к сожалению, сейчас не позволяют. Прежде всего, наружные работы. Но мы стремимся к цели, думаем, что все будет нормально. Нового жилья для переселенцев в Родниках не строили более 10 лет. Чиновники говорят, сделают все возможное, чтобы жителям первого рабочего поселка не пришлось больше запасаться дровами и зимовать в бараках. Как только работы начались интенсивно, при поддержке правительства нам были выделены дополнительные средства. Вы видите, работа идет планово. Достаточно много рабочих занимаются практически всеми направлениями. Много работ идет параллельно. И мы рассчитываем, что где-то к 20 числу основные работы будут завершены. Будем дом принимать и уже заниматься жителями по их расселению. Глава района подчеркнул, по проекту в квартирах будет индивидуальное газовое отопление. Это дополнительный бонус для тех, кто долго ждал новоселья. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс».